Консонантное. Письмо слоговое или консонантное. Пишутся согласные. Пишутся согласные. Гласные обозначаются сверху, под, спереди, сзади. То есть, гласные на письме вторичны. Один знак равно слог. Если нет дополнительных значков, то есть, без значков, знак равенства, согласное, плюс, а, краткое. То есть, если нет никаких модификаторов, это согласное, плюс, а, краткое. Итак, займемся нашим узелковым письмом. Мы пройдем сегодня 25 согласных. Это первая из трех групп согласных в санскрите. Жанна, зачитайте нам первый пункт первого занятия слух. Письмо Деванагари. Это? Да. В Индии используются несколько видов письма. Наиболее распространенным является письмо Деванагари, которым записано большинство памятников на древнеиндийских языках. Письмо Деванагари используется и в современном индийском языке хинди. Письмо Деванагари древнеиндийского языка является слоговым письмом, то есть, в нем один графический знак, графима, передает целый слог. Так, каждый графический знак Деванагари передает сочетание согласной с гласной А. Отзывается ли это в вашем сердце? Понятно ли хотя бы два слова подряд? Ну, примерно-то понятно. Прекрасно. Тогда переходим к пункту второму, Елена. Читаем слух. Звуковой состав санскрита. Согласная группа Парша. Древнеиндийские ученые делили согласны на три группы и классифицировали звуки по их физиологическим признакам. Первая группа звуки Парша, буквально прикосновения, включает шумные, смычные, согласные и носовые сонанки. Все они по месту образования делятся на пять рядов. Варга. В которых смычные четко противопоставляются по глухости звукости и непридыхательности при дыхателе. По-моему, Елена, вы могли бы выступать на радио. Спасибо. Я попробую. Четко и понятно. Итак, у нас, оказывается, звуки идут не в случайной очередности. И мы можем эту таблицу, эти пять на пять, этот квадрат, читать столбиками или рядами. То есть, столбиками сверху вниз или рядами слева направо. То есть, в чем заключаются гении древнеиндийской лингвистики? Они впервые осознали, что у звуков есть несколько характеристик. Акустических, то есть качества звучания, и артикуляционных, то есть места образования звуков. И получается таких мест образования звуков в ротовой полости пять. И пять не только для согласных, но и для гласных. У нас есть такая занятная таблица, если вы мне напомните, я вам непременно ее вышлю, где эти звуки образовываются в ротовой полости. Это базис. То есть, в древней Индии проанализировали анализ с такой точностью, с которой частности, которые никогда не достигли, например, греки. То есть, получается, что не каждый язык классифицирует звуки столь изощренным способом. То есть, получается, эти позиции, они значимы, и в дальнейшем вам придется их запомнить. Как мы их запомним? Мы будем писать этот квадрат до тех пор, пока вы не запомните, кто находится по соседству каждому звуку. Вот. Соответственно, эта матрица, это основа того, чем мы будем заниматься в ближайшие несколько месяцев. Это таблица 5 на 5. Это основа. Поэтому к ней вам придется отнестись серьезно. Итак, у нас есть ряды или варга. То есть, Вера Александровна выборочно использует санскритские термины для обозначения каких-то санскритских же явлений, но чаще прибегает к терминам западноевропейской лингвистики. Поэтому здесь некоторая помесь терминов, как спарша и варга, то есть, заведомо санскритских. И вот, в частности, в предисловии были слова там компаративистика и прочая нечисть. Это как раз джентльменский набор филолога. Итак, получается, у нас есть глухость и звонкость. У кого из вас есть кнауэр? Я еще, видимо, никому не послал книги, поэтому вратили, у кого-нибудь есть кнауэр. Ладно, сейчас я, в общем, в самом начале кнауэра, когда вам вышли этот файл, или точнее дойдут книги и вышли вам файл, там очень наглядная таблица, в которой видно, например, что первые два столбика... У меня есть. Отлично. Вот это вот? Да, вот то, что ты распечатала, это отлично. Это то, что я хотел показать насчет того, где вратовой полости. Вот подержи, пожалуйста, да. Да, отлично, Жанна. Да, вот это, значит, основа... Да, это основа... А, или вот так? Можно хоть лежа, хоть как, потому что... Вот, я уже 16 лет пишу книгу о Деванагаре. Это как бы иллюстрация из той книги, которую я никак не допишу. Вот. Значит, из Кнауэра видно, что, например, первые два столбика, КА и КА, КА-ЧА-ТА-ТА-ПА, КА-ЧА-ТА-ТА-ПА, это у нас глухие. Глухие. А следующие три, это у нас звонкие. Вот. Это развлечение по акустике. Глухость, звонкость. Она предельно важна для всего, чем мы будем когда-либо заниматься в санскрите. Есть противопоставление непридыхательность. Придыхательность. То есть у нас есть КА-А-А-А-А, КА-А, это не просто КА, которому всунули в середину Х, это полноценный и самостоятельный звук. И этим... Как бы этим... Это надо помнить. Не надо воспринимать, что там К плюс Х плюс А. То есть это надо четко различать, в том числе и в произношении. В Индии часто путают разные вещи, когда произносят. То есть если вы думаете, что в Индии все так безупречно, должен вас расстроить. Но есть вещи, которые они не путают никогда. В частности, придыхательность и ее отсутствие. В частности, церебральность и ее отсутствие. То есть есть вещи, которые путать нельзя. Иначе дальше нашей деревни вы не сможете выходить за пределы нашей деревни. И вот эти различия, они имеют смыслоразличительную роль. То есть гхарма и дхарма это не одно и то же. Да. А рама это значит у нас воплощение в Вишну. А значит рама это у нас любовник. Поэтому неправильно призывая раму, а можно дождаться любовника. На 10 году повторение мантр. Особенно неприятно, если ты мужик. Потому что в остальном хотя бы терпимо. Рассмотрим 5 рядов первой группы. То есть первая группа это спарша. Это означает, что поток воздуха в вашей ротовой полости встречается с препятствием. То есть вот это прикосновение, это спарш, которое возникает, это означает, что в какой-то момент это негласные. Это согласные. А значит они возникают благодаря какому-то затруднению для потока воздуха. И вот он возникает, получается, заднеязычный. То есть мы двигаемся с, вот получается, ну почти что с горла. Движемся вперед к губам. Сзади вперед. И мы начнем с заднеязычных. Я буду писать разные стадии написания знака. И ваша задача не переписать сразу готовый знак, а выписывать все стадии. Написал вертикальный стержень? Написали стержень. Написал стержень и овал? Написали стержень, овал. Написал стержень, овал, палуба сверху. Понятно, да? То есть мы не пытаемся все это запихать в одну клетку. И так письмо Деванагари легко вписывается в клетку. Поэтому вы берете или одну клетку, или две шириной, две высотой. В любом случае вы должны ограничивать себя квадратом. Наклонов нет. Наклонов нет. Наклоны придут со временем, когда вы испортитесь. А пока вы должны быть безупречно прямыми. Итак, значит, все знаки вписываются в квадраты. Вы пишете все стадии. Написали полностью весь знак. Повторите его три раза. Потом вы отсканируете по возможности. Если нет возможности, отфотографируете. И пришлете мне на электронную почту. И я перед сном буду восторгаться вашими письменами. И подчеркну наиболее удачные из них, чтобы вам стало веселее. И чтобы вы почувствовали, что за вами наблюдают. И за вашими успехами следят. Итак, мы начнем с КА. КА. Это означает, что каждый раз, когда я что-то произношу, и каждый раз, когда вы сейчас или дома будете писать этот знак, что вы повторяете его вслух. Поэтому вы можете отключить сейчас микрофоны, если стесняетесь. Но я буду по вашим губам видеть, значит, произносите вы или нет. То есть каждый раз, когда вы пишете, отныне санскрит у вас должен все время произноситься. То есть вы, значит, все время должны хотя бы бубнить. Пусть даже не обязательно это услышать соседи, но бубнить вы обязаны. Когда я в московском метро думал, что меня заберут и отвезут в обезьянник от того, что я санскрит читаю вслух, потому что свою домашку я делал в московском метро, то должен вам сказать, что всем глубоко наплевать, чем вы занимаетесь. И поэтому не стесняйтесь тем, что вы плохо произносите санскрит. Вы действительно плохо его произносите, но тем не менее произносите его усердно. И все время. Соответственно, каждый день отныне вы должны минимум страницу текста озвучивать слух. Неважно на каком языке. На санскрите русском или немецком, который вам все равно потом придется выучить, чтобы пользоваться санскритско-немецкими словарями, которые являются самыми лучшими словарями в мире. Понятно ли? Хорошо. Итак, поехали. К. Я буду писать на доске. Я надеюсь, что кто-то из вас это увидит. Те, кто не увидит доску, могут смотреть в прописях и смотреть в правилах написания, которые приводит Вера Александровна. Я сейчас сотру все матерные слова на доске, которые вы написали. И мы начнем. Так. Я беру ластик. И, значит, наши граффити уничтожаю. Прямо как Бродского со стены. Так, значит, если у вас не влезает все, что на доске, справа, сверху, есть раскрытая ладонь. И вы можете передвигаться по доске. Я буду двигаться вниз, и вам нужно будет угнаться за мною. Если все, что я написал, не влезает, вы можете отъехать или подъехать. Видите, справа, значит, сверху есть плюс и минус. Zoom in, zoom out. Видно, да? Угу. Итак, все ли видят сиреневое начало К? Итак, я начинаю писать. Стержень. В случае К можно писать между двумя клетками, потому что иначе вам может быть сложно провести прямую линию. Итак, я пишу стержень, а вы должны повторять. К. 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 До тех пор, пока мы не закончим писать К. 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 Чтобы получился К, вам надо писать, значит, слева вверх, вернуться в исходную точку и опустить хвост. То есть вы рисуете некий эллипс. Стержень. Эллипс. Палуба. К. Вот эти три элемента составляют К. Шириной он не занимает всю клетку. Он занимает две трети клетки, не больше шириной. То есть насиловать и растягивать не надо. Но клетка дана нам как ориентир. И у вас должно получиться весь процесс плюс три полноценных варианта К. Значит, мы будем записывать латинской транслитерацией. Для себя, для удобства можете хоть кириллицей записать, но мы будем использовать в дальнейшем научную латинскую транслитерацию. Транскрипция нам не нужна, потому что в санскрите что слышится, то и говорится. А транслитерации нам достаточно. То есть некоторых условных знаков нам вполне достаточно. Итак, К. К. Если у вас трижды получилось, мы идем дальше. В заднеязычном ряду второй согласный это КХА. 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 Я не слышу ваших КХА. 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 То есть я должен видеть, и даже если я вас не слышу, потому что у вас отключен допустимый звук, я должен с ваших губ уметь считывать любое санскритское слово. То есть мимика должна быть четкая. КХА. И начинается она с того, что мы сверху опускаемся вниз и делаем сломанную линию. И потом опускаем справа сверху стержень. То есть весь ход письма в основном он слева направо направлен. Слева направо. Значит, нарисовали изломанную линию, написали стержень. Идем дальше. Изломанная линия, стержень. И пририсовываем эллипс. Примерно того же размера, что он был в К. КХА. 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 Вот. И он уже получается в ширину всей клетки. И он получается в ширину всей клетки. КХА. То есть у нас получается есть определенная очередность написания элементов. Она порой может незначительно различаться, но в общем будем считать, что она достаточно каноническая. Значит, над словом палубу мы пишем в самом конце. То есть мы не пишем палубу над каждым отдельным знаком. Мы ее пишем сразу над всем словом. Как вы видите, на доске порой я не могу выдержать мышкой пропорции. Более-менее сносные порции даны у меня в прописях. Если вы обратите на правило написания в учебнике Веры Александровны, то вы заметите, что ее изогнутая линия сильно отстает от ее эллипса. Это неверно. В жизни такого вы не встретите, потому что когда вы это увидите, вы это прочтете как РА-ВА, но не как ХА. Поэтому их надо писать дружнее и кучнее. В общем, в одну клетку. Идем дальше. ГА. 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 Не ДА, а ГА. Г, Г, Г. Гуси. ГА. 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 Не ДА, не Д. Г. Г, Г, ГА. Нет, зачем Д? ГА. 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 Там нет никакого Д. Д, Д, это будет отдельный звук. ГА. И так, опускаем сверху хобот на треть или половину клетки. После стержень. Хобот, стержень, палуба. Хобот, стержень, палуба. И почему-то я снова перестал... Видите, у меня, я на правое ухо глуховато и плоховато слышу. Вам придется громче говорить и повторять. ГА. 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 Совершенно верно. ГА. ГА. Еще одна вещь, я вас не предупреждал, но скажу. В санскрите при произношении придется открывать рот. Да. То есть санскритские гласные, они более открытые, чем гласные русские. То есть вам придется открывать таки рот. С закрытым ртом не получится произнести. Поэтому санскритская А-аа, она не А, она ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА vampires В общем, она открытая. У вас челюсть должна болеть после санскрита. Если не болит, значит что-то было не так. У вас душа должна болеть за не сделанную домашку, а челюсть от сделанной домашки, в общем, что-то обязательно должно болеть. Га. Га прошли. Га-ха. Га-ха. Ни-ха. Га-ха. Ни-ха. Га-ха. Га-ха. Отлично. Га-ха. Ни-ды-ха. Гы-ха. Га-ха. Ни-ды-ха. Га-ха. Га-ха. Нет, я снова слышу д. Га-ха. Га-ха. Итак, мы пишем перевернутую тройку, которая смотрит направо. Это перевернутая тройка упирается в стержень. И потом, вы не поверите, накрывается палубой. И это га-ха. 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 Да. Га-ха. Да. То есть, пузо не доходит до дна. Пузо может быть написано по-разному. Можно с вензельком. то есть как бы можно одним рощерком пера а можно как бы из двух составных частей но в общем тут есть некоторые стилистические моменты которые в общем-то в которых допускается некоторая вольность и так сга разобрались последний пятый носовой на то есть получается это не совсем нет это более тонкая вещь как именно она произносится в частности будем практиковаться по субботам но в общем целом это нечто французскообразное ганга 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 она оканчивается на а долгу и поэтому не ганга а ганга вот мне нравится упорство игоря она прям таки вот меня греет так сказать да именно с таким подходами надо так чтобы самому уже надо есть на продолжать так сказать повторять чтобы самому стало тошно но пока не станет хорошо ровно то что надо так это было значит а я еще не написал мне написал значит мы в транслитерации можем записать ее по-разному то есть получается есть несколько знаков которые увы не умею не имеют единого стандарта есть стандарт французский есть немецкий и вот у нас есть некоторое колебание один из способов написания транслитерации это n и черточка прямая над эта прямая черточка называется macron так вот n с макроном вот например на или альтернативное написание это когда ставится . над n над его на горе оба эти написания транслитерации это один и тот же знак значит это спускаемся сверху вниз и и высотой в клетку мы пишем такую сочку и в зависимости от того насколько вы голодные настолько же она упитанная я например сильно голодные у меня такая худощавая значит справа от нее вы ставите точку как посреди этого это и этого проема и накрываете палубой вот эмэкээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Отлично. Это первая варга, первый ряд. Павел, как называется второй ряд? Талант, чревовещание. Павла меня приводит в искренний восторг. Женским голосом я, например, разговаривать еще животом не научился. Но, видимо, многолетняя практика творит чудеса. Да, значит, палатальный. Итак, первый это ЧА. 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 ЧА-ЧА-ЧА. ЧА-ЧА-ЧА. ЧА. 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 Перемычка, стержень, черточка, перемычка, стержень, палуба. Перемычка, плечо, стержень, палуба. Некоторые считают, что Деванагрии возникло, когда индусы взяли арабскую книгу и перевернули ее вверх ногами. То есть, если прочитали неправильно, получилось Деванагрии. То есть, как бы, испорченное, концонантное, семитское письмо. Просто вверх ногами записанное. Какие-то слабенькие ваши ча, не долетают до меня? Хиленькие. Ваша ча должно быть как во время динамической медитации, чтобы, так сказать, в пол ударялась и отлетала, и об потолок постучала еще два раза. Ча. 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 Второй. Согласный. Во втором ряду, в полотальном. Чха. 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 Имеет три написания. Сверху вниз. И идем дальше. Когда Игорь пришел в себя от увиденного, он сказал «чхал». А почему она в прописи у вас больше похожа на «да»? Затрудняюсь ответить, потому что она действительно похожа на «да», но у нее есть продолжение. То есть это развитие «да». Там действительно есть генеалогическое родство и сходство. Это правда. Как вы уже поняли, нижний заезд розчерка пера слегка выпирает из клетки. Это первая разновидность написания. Вторая разновидность. Собственно, та, которую дают Вера Александровна. Сверху вниз. Кончик петлички выходит за пределы клетки. Чихать чихать на нитях хотел. Это вторая разновидность написания. Третья и последняя. Мы начинаем с такого висячей черточки и к ней пририсовываем все остальное. Слева направо. Третья и последняя. Последний вариант печатный. То есть он встретится вам в бумажных книгах. А какой самый распространенный? Печатный. То есть третий. Следующий следом за ЧХА. Как в слове Мэджик. Итак, это клешня. Клешня, которая может лежать на полу или приподнята. Клешня, которая может лежать на полу или приподняться 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 на полу или припод А программа называется Насарасвати, и она как раз, в частности, там есть и вещи, которые мною подсказаны о том, как можно выучить, точнее подкрепить ваше изучение с помощью повтора некоторых знаков на компьютере. В общем, имейте в виду, если у вас остаётся время и есть компьютер, то есть ещё и компьютерные тренажёры для закрепления алфавита. Отлично. Идём дальше. Четвёртый. Джага. Джага. И, как и каждый порядочный знак Деванагри, имеет три начертания. Спускаемся вниз. И поехали. И это всё умещается в одну клетку, разумеется. Заходишь такой в продуктовый магазин и говоришь, джага. Действительно, мне 200 грамм джага. Этот звук встречается всего несколько раз в санскрите. Видимо, они каждый раз забывали, как он пишется, и придумывали новое начертание. Второе начертание. Рисуем пивное брюко. Упирается оно в стержень. И снизу пририсовываем троечку. Это альтернативное написание джага. Деванагри. Деванагри. Девушки отдыхают. Хорошо. Третья разновидность написания джага слева направо пишем. А потом справа налево. То есть все квадратненько. А где вот оно так встречается? Я вот ни разу такое не встречала. Молодость. Все пройдет и молодость тоже. Спасибо. С годами встретится виджага. Но не часто. Мы должны быть универсалами. И пятый согласный во втором ряду. Над Н рисуем тильду, то есть волнистую линию. На Деванагаре серп, перемычка, серп, перемычка. Стержень, палуба. Полумесяц наш серп. Перемычка, стержень, палуба. Палуба. Ня, ня, ня. Ня. Ня, ня, 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 ня. Ня, 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 ня. Следующий ряд церебральный. таких звуков нигде больше в мире нет только в индии их особенность заключается в том что надо в транслитерации вы пишете точку под . вот чтобы это произнести вы должны признаться мне умеете ли вы язык сворачивать трубочку кто сказал не может игорь игорь сколько лет ты упражнялся чтобы язык все-таки свернулся в трубочку хорошо что я генетику не проходил но я предполагал что все именно значит но вы же мы же человек смысле мы же люди соответственно мы же должны какие-то геномы в себе соответственно путем определенных усилий допиливать не так ведь соответственно очень хорошо если вы можете свернуть языка в трубочку это не пригодится значит что нужно так это язык свернуть внутри ротовой полости то есть мысли не вот а вот закинуть его как бы назад и приподнять к верхней приподнять к верхнему небу и на секунду там замереть на самом деле когда будете произносить за мир замерять не надо но сперва будем так грубо и так смотрите у нас есть обычная зубная то да 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 она просто называется то то как бы кончик языка касается верхних зубов почти касается вот значит то да все по-деревенски все по-русски вот но есть особенный ряд звуков которые свойственны только изначально дровидийским языком то есть южно индийским а потом дровиды заразили всех вокруг и дошло и до санскрита и так а значит заворачиваем язык назад то есть если моя ладонь это язык то язык получается приподнят завернутый приподнят то 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 Та, 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 та. Еще придыхания здесь нету. Здесь не тха, здесь та, та, та. Здесь не тха, тха будет дальше. Ну вот, я смотрю, например, на... Алена, это действительно твое имя, в смысле? Я пытаюсь просто сейчас понять, чтобы я тебя не назвал так, как ты называешь. А, это мое имя, Аляна. Ага, просто я, ну, да, я темный человек, так сказать. Вот, значит, видишь ли, когда ты улыбаешься, я понимаю, что церебральность ты не произносишь. Поэтому давайте послушаем. Просто улыбаешься. Да-да, но поясняю. Улыбка и церебральность несовместимы. Когда вы церебрализируете, на вашем лице боль. И поэтому я прошу, Аляна, пожалуйста, произнеси церебрализацию. Так, 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 так. Кончики, значит, губ Аляны приподняты. То есть она в хорошем настроении. Это несовместимо с церебрализацией. Если вы обратите внимание на мой рот, то я при всей своей веселости во время церебрализации имею некоторую, как бы, растянутость рта. У меня не влезает все во рту. Мне приходится челюсть немножко приспускать. И получается... Мне может мешают брекеты немножко. А, тут я не беру сказать, так сказать, логопед из меня так себе. В общем, в любом случае, надо попытаться по возможности опустить нижнюю челюсть. Как бы не то, что прям вот... Но вот немножко придется, иначе вся эта компиляция с языком у вас не поместится в ротовой полости. Хорошо. Итак, та-та-та-та-да-да-на. Как же меня заводят эти церебральные? Та-та-да-да-на. Итак, теперь мы заслушаем каждого по отдельности. Игорь. Ну, для японского самурая, который расчехлил свой меч и сейчас разрубит меня на две части, в принципе, неплохо. Мне уже страшно. Но для индийской церебрализации, боюсь, что-то не хватает. Смотри. Когда ты произносишь, твой рот открывается примерно так. а вот показывай как бы но он открывается достаточно удобным для тебя образом церебрализация это боль следовательно неудобно поэтому а растение вниз свою челюсть и получается то-то-то видишь как у меня неудобно как в кончике глуп спускается вниз хотя я бы не хотел так мне не очень удобно то-то-то-то вот уже я вижу хорошо да да отлично достаточно руслан хорошо давай остальные то-то да да на руслан засунул язык именно куда надо все у него есть все дальше значит а алена прекрасно елена чувствуется мягкий подход мягкий хорошо жанна хотелось бы побольше давайте так а or да да вот так вот то-то-то да да она Да, ха, да, ха, на Нет, на д мне уже начинает не хватать Да, 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 да Хорошо, а теперь произнесите обычную русскую да Чем она отличается? Язык подвернут у меня Не знаю, не знаю Недостаточно повернут или не закрепили хотя бы на полсекунды к верхнему нёбу У вас должен, поток воздуха должен споткнуться об эту конструкцию Да, лучше Да, стало гораздо лучше Людмила Если включить микрофон, будет удобнее Да Включен, нет? Да Я так говорила, как его включаю Да, да, да Язык в передней части, в задней или посередине подверг? А куда вы можете, вот хорошо, куда вы можете завернуть язык? У Аль-Виоля одного древня удобнее всего Да, вот туда и надо Та, ха, та, ха, на Хотелось бы более отчетливо Та, тха, да, дха, на Та, тха, та, ха, на Мягковато, хочется жестче Та, та, та Та, 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 та Если подвернут, то он почему-то мягкий Как хоть он у вас жесткий получается С подвернутым языком? Та, 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 та Но он получается, как будто крючок Крючок в рту сделал Этим языком Та, та, как крючок Та, ха, ха Та, 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 на Хорошо Значит, придется, пожалуй, еще заворачивать трубочку Так, Павел Та, 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 на Не достаточно То, то, то То Пришли домой и увидели, что в вашей кровати уже спали Что у вашей тарелки уже ели Просто он слишком добрый, я уже вижу. Бородатый человек не может быть злым, поэтому все портит его доброта, врожденная. Хорошо, и достаточно. Значит, пишем. Нужен овал. Хвост может быть приспущен или оставаться на линии. Та, Та, Та. Та 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 От Та Отличается тем, что у нас хвост приподнят. Та Но не замыкает круг. Та 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 хорошо дальше да 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 сверху вниз что это вам напоминает да только с той разницей что здесь да 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 то 4 да И это опять вам что-то должно напомнить. Ну да. Начало чха. Да. 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 А. А. И пятый, последний в церебральном ряду. Но, 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 имеет два начертания. Это северное начертание. Архаичное и редкое нынче. В моду вошло южное. На. Вот это бы рга. Она мне нечто тибетское напоминает. На. 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 И второе написание. Скоба. Стержень. Палуба. Скоба не опускается ниже, чем половина знака. На. На. Жанна, как называется четвертый ряд? Зубные. Зубные. Да, зубные. Там. Пишем справа налево. Там. 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 Здорово. Там. Там. Чтобы Аляне было не скучно, я ей кидаю файл в скайповском чате с вариантами написания, она может открыть начало файла и прочитать это в другом шрифте. Сейчас посмотрю. Стал закончили. А ТХА! 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 Начинаем сверху слева, рисуем кружок и пошли вниз. Пивное брюхо. Упирается в стержень и сверху палуба. Когда этот знак пишется в начале слова, палуба может быть не сплошная, а вообще полностью накрывается. ТХА! 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 то что вы знаете только с хвостиком после да да Троечка упирается в стержень, но на этот раз палуба имеет разрыв. А в отличие от какого знака? ДХ. Да. Пятая. Пятая. Рисуем вниз, потом влево, потом вправо. И в частности дна не надо растягивать на всю ширину клетки, иначе она будет непропорциональна, то есть некрасива. Так сделать не следует. А на ширину и не больше 2 трети. Как называется последний ряд, Алена? Ой, а я сейчас читаю эту штучку. Лобиальные? Да, лобиальные или губные. Па. 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 Па квадратная. Никакого пива уже нет. Все жестко. Лобиальные или губные 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 или Следующий, пха, пха. В частности, возможно, вы слышали такое слово индийское, как кафа, вместо аюрведического термина на санскрите капха. Так вот, капха это неправильное произношение, арабизированное санскритского капха. В санскрите нет ф, а есть пха, пха-ля, пха. Все то же самое, только хвост. Еще раз, как оно звучит? Пха, пха, пха. После пха идет ба. Овал, стержень, овал перечеркиваем по диагонали, стержень, палуба. Баб. Баба. 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 После БА идет БАРА БАА 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 Тоже сразривом палубы Баха 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 квадратненько все после бха идет последняя согласная мам на сегодня квадратненько то есть к концу сегодняшнего дня слова мама вы уже сможете написать есть есть и ку-ку вы скорость мы сможете сказать и кикерику и вообще разные полезные хозяйстве буквосочетания так это что касается 25 согласных они образовывают квадрат хорошо значит мы прошли согласные а теперь будем проходить пунктуации помните в начале людмила спрашивала что такое палка что такое две палки вот теперь я отвечу на тот вопрос который не давал людмиле уснуть вчера ночью вот вам палка вот вам две палки это была пунктуация санскрита одинарная палка это запятая . запятой двойная палка это . пунктуация санскрита закончилась да санскрит это сплошная музыка и так видите ли вы моих прописях как я внизу написал через клетку квадрат 5 на 5 повторите еще раз все знаки но вот в общем как у меня внизу если видите как бы виде квадрата видно вот так и вы напишите прямо сейчас соответственно повторяем слух как ка га 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 чачка джа джа дня ТАТРА ДАДРАНА ТАТРА ДАДРАНА ПАПРАБА ПРАМА ДАДРАНА Продолжение следует... И у вас должен получиться квадрат. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok как бы искусство сказать я вот вот явно как бы любит рисовать вот так что не исключено что он нравится понравится каллиграфия получилось все 25 все закончили я да жанна заканчивая последний а у меня вопрос да а вот которая ч она твердая ч или мягкая ч можно получается мягких тут не бывает получается твердая и так если вы перевернете лист моих прописей как бы на бок то вы увидите что столбики можно подписать то есть у вас подписаны ряды на самом деле и столбики можно подписать и тогда первый ряд кача-та-та-па это глухие глухие то есть мы пишем под вашим квадратом получается как бы лежа лежа как бы вот мы пишем глухие первый столбик это глухие второй столбик глухие с придыханием третий столбик звонкие га-джа-да-да-да-па га-джа-да-да-ба это третий столбик четвертый столбик звонкие с придыханием га-джа-да-да-ба и пятый носовые 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 тоже звонкие га-ня-на-на-на-ма га-ня-на-на-на-ма как я уже говорил у нас есть записи алфавита можете его слушать и начинать уже учить алфавит наизусть после четвертого занятия вы уже будете его рецитировать в начале и в конце занятия сами есть ли вопросы да есть вопрос вот вариантов было много в описании некоторых слогов какие варианты мы будем писать какие вы будете писать такие вы и будете писать ну получается нет ну сперва вам надо узнавать все а потом уже конечно вы выберете тот который вам понравился больше а сейчас вам присылать это на листе бумаги сейчас соответственно когда будете писать дома то вы будете писать строчку каждого из них минимум строчки поэтому все варианты пишите а вам присылать фотографии сканировать не могу это доски или на листе бумаги на листе бумаги на козлиные шкуры на значит белестяной так сказать хорошо как бы царап выцарапанной на стене но в общем все что вот визуально я смогу отличить это окружающие среды меня устроит на картинки которые посылали затрудняюсь сказать что вы сейчас имели ввиду например что она не произносит но она вот так она еще гласные читает мы еще до гласных не дошли ну вот как раз гласная то она не все не да там есть вариативность там можно эл слоговую долгую читать а можно пустить но если вы даже это заметили то я не знаю чему у вас у меня учиться когда вы уже все замечаете да она действительно кое-что пропускает там но это несущественно потому что эти звуки не существуют санскрите они придуманы искусственно да 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 подустали как да чувствуется определенно елена жанна людмила не устали сейчас говорим какие звуки где вы их слышали в алфавите у нас есть аудиозапись алфавита и жанна помимо того что нарисует вот там прекрасного леса в лесу она еще и слушает алфавит значит а у нас есть тайный источник который мы поделимся сразу после занятия я могу приобщить вас всех к этому тайному источнику то есть у нас на самом деле очень много аудиозаписи у нас есть мантры на любой вкус у нас есть стихи чего у нас только нету и все это озвучено уши зачем придумали искусственные которые в санскрите не существует потому что санскритские грамматики любят симметрию и если есть л слоговая краткая им пришлось придумать л слоговую долгу и чтобы ей было не скучно очень странно добро пожаловать мир странных вещей мир санскрита в общем начинайте слушать алфавит начинайте его в себя впускать хоть вам пока будет понятно лучшем случае половина но половина в общем то уже понятно 25 согласных уже у вас есть начинайте слушать алфавит можете даже начать что-нибудь уже научить наизусть если остается время и желание если куда-нибудь передвигаетесь то опять же можно загрузить в плеер все это доступно в виде mp3 файлов помимо того что есть выложены на вконтакте все это конечно вам доступно во всех возможных форматах озвучено много всего конца края этому нету поэтому надо выбрать что-нибудь что по душе и начать учить наизусть чтобы вы не уподобились имеете ввиду мантры? всяко разно в нашем хозяйстве всяко разно есть хотите гимн хотите стихи хотите афоризм вот что захотите то и будет Марк Васильевич да можно посмотреть записи прошлых занятий 108 мальшивых ну да они просто не все правда выложены но что-то надежно ну что-то я могу последнее в частности я скачал еще даже не залил обратно но в теории да что-то точно там я из этого заливал а так в общем напомните мне я вам вышлю я соберусь и как-нибудь вышлю да мы разбираем за раз обычно два редко три имени час одно час другое за час мы разбираем одно имя как оно устроено с точки зрения этимологии морфологии семантики мифологии все до чего мы можем дотронуться это мы вместе с Олегом Ирченковым разбираем он как патефон его хоть нажми хоть на каком месте он ему не нужен mp3 плеер он сам как mp3 плеер человек энциклопедия я помню у меня после первого занятия голова кругом шла пар из ушей шел поэтому если вам сперва будет трудно не удивляйтесь это нормально скорее было бы странно если было бы наоборот соответственно дома вы делаете домашку к первому занятию и из учебника кочергиной это означает что вы делаете первое второе третье четвертое упражнения все упражнения помимо этого я вам растолкую что означает первый пункт когда написано напишите каждый графический знак несколько раз строго соблюдая правила написания перевожу вы пишете 16 раз минимум каждый знак каждую разновидность начертания если вы аккуратисты а девчонки обычно аккуратисты они бывают пишут до 3 строчки каждого знака но не меньше строчки то есть не меньше 16 раз еще раз пожалуйста и так и в танке значит Вера Александровна рассчитывая на вашу старательность но недооценивая ваши умственные возможности пишет напишите каждый графический знак несколько раз так вот я расшифровываю несколько раз это означает от 16 раз потому что ровно столько влезет в одну строчку формата А4 тетради все понятно а по программе максимум 3 строчки каждого каждые разновидности написания этого должно быть достаточно чтобы вы никогда не забыли эти знаки даже после летних каникул когда вы забудете как вас зовут в Неванагаре вы будете помнить я помню когда я летом как-то на месяц отлучился от компьютера потом я забыл как мышку компьютерную держать в руках вот но в общем Деванагаре вам уже не забыть после того что вы пройдете вот а так называется если есть возможность приходите завтра хотя бы чисто послушать что мы будем делать завтра в 5 суши вот чтобы ваш разговорный санскрит начал улучшаться так а где найти ссылку на группу ссылку я выдам вот все ссылки они обычно после занятия если я сопротивляюсь и не выдаю значит требуйте если один раз потребовали не выдаю упорствуйте упорствуйте до трех раз на третий раз я обычно уже не выдерживаю и высылаю ссылку завтра просто у меня занятие начинается в 6 утра и заканчивается в 6 вечера поэтому я немножко невменяемый в субботу поэтому надо добиться ссылки от меня сегодня иначе вы увидите не раньше чем воскресенье остались ли вопросы у меня личный к вам вопрос да ну стоит ли мне до момента пока думаю нет можно тогда уйти в головой в уши и рецитацию то есть приходить завтра открывать семнадцатую главу бхагавадгиты и учить ее наизусть замечательно это было ознакомительное занятие чтобы просто вы понимали чем я занимаюсь как я издеваюсь над людьми да нет замечательно в общем да вам тогда нет необходимости из Деванагари раз так хорошо сидит то в общем приходите на уши ждите пока мы догоним вас и добро пожаловать в клуб в клуб значит летом мы когда немножко сейчас пройдем мы решим когда мы начнем отдыхать но сперва придется немножко поработать перед тем как начнем отдыхать договорились за май вы учите Деванагари я боюсь что сегодня двадцать девятое число и я боюсь что за май нам не получится а ну ладно вы боюсь переоцениваете возможности ваших коллег да ладно даже при всем своем садизме я им за май не предлагал бы пройти весь Деванагари первое занятие еще допустим вполне а вот весь пожалуй нет за июнь мы пройдем весь Деванагари я имею ввиду Акшары Акшары мы за июнь закончим потому что мы же придем к лигатурам в пятом занятии а лигатуры это темный лес в плане лигатур поэтому может быть все тоже знаю вряд ли значит для лигатур у нас есть лихушина вот в ней приведен список восьмиста лигатур ну нет его составлял я поэтому надеюсь что я оставил там такие которые вы никогда не встретили вот это будет пятое занятие мы сегодня прошли первое ну мне когда с вами получается тогда в по пятницам есть смысл получается следующие четыре раза не появляться а появиться на пятый а кушай соответственно тогда отрабатывать по полной бхагавадгиту хорошо ну вот есть ли вопросы организационного характера какого бы то ни было смотрите значит у меня по пятницам в шесть будет обычный эфир я буду пытаться его завершить за две минуты до того как начинается ваше занятие но в любом случае я могу захотеть выпить стакан воды поэтому задержка в пять минут в смысле не ровно девятнадцать ноль ноль а какая-нибудь незначительная задержка вполне возможно поэтому не нервничайте сами будьте тут называется появились напишите тут плюс жду не забыл люблю вернусь понятно даже если меня нет не нервничайте за пятнадцать минут до я еще опять же нахожусь в другом месте и как бы предполагается что про вас еще не забыл вот если я не появляюсь у вас есть мой телефон девятьсот восемнадцать девятнадцать двести пятьдесят восемьдесят четыре звоните и в недоумении спрашивайте а вы где собственно но не раньше чем девятнадцать ноль ноль иначе просто я не отвечу потому что у меня нет вашего телефона как нету моего телефона мой телефон написан на каждом столбе я его напишу в письменном виде в скайпе в чате также я напишу свой адрес электронной почты куда я жду завтра вашу домашку к домашке вы приступаете на следующий день после того как ее получаете если вы будете приступать позже вы не будете успевать вот упражнения или только буквы 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 губки можно в принципе и отдельно можно принципе отдельно можно вместе как захотите первые пять занятий мне присылайте на почту я сперва их игнорирую потом соберу с духом и посмотрю ну надеюсь что что нибудь запомнили те кто не читали беру я вам советую в частности значит аляна я тебе советую прочитать как бы общие такие образовательные вещи которые просто полезно знать первая глава беру из книги сэнскрит соответственно если не читала или читала то перечитать предисловие то есть есть некая общая образовательная санскритская литература который я вам советую вопрос появился вопрос появился да по упражнениям да вот второе задание здесь нам надо учить значение слов да там написано например карта м стоит ценовка да так что такое м открываем значит перед первым занятием приведем список условных сокращений что означает n николай средний род да нойтрум латинский термин нойтрум средний род понятно понятно спасибо аляна если вдруг не будешь над чем заняться у нас есть бетлинг панини восьмикнижие тут всего четыре тысячи правил можешь так сказать на свободном от значит деванагра и время приобщиться к санскритской грамматике ежели больше любишь санскрит подождете подождешь да если же больше любишь санскритскую литературу то можно значит самодеву океан сказаний как раз за четыре раза успеть прочитать тут не больше трех тысяч страниц поэтому в принципе можно на алиби сомодева океан сказаний это как бы краткая выжимка из махапкараты в четырех томах чтоб тебе было не скучно пока ты нас ждешь да руслан а вот там где слова в упражнениях в санскрите есть вообще ударение какое-то да в санскрите есть ударение но ты не должен о нем печалиться пока окей а как правильно тогда читать слова а читайте как можете я послушаю и если будет совсем плохо скажу если терпимо то промолчу дээээва например ударение ставится на не последний слог то есть предпоследний по-моему я вас утомил достаточно чтобы я вас уже отпустил все до следующей пятницы те кто значит осмелится пусть приходят завтра и вы завтра заговорите на санскрите значит до свидания до свидания до свидания спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...